Нормально? Восстановился? Молодцы. Давайте начнем. Сегодня, вы знаете, Никитенко, он после игры Хайрата, он сам писал заявление, просил отставку. Я принял с 8 числа подписанный приказ, что пришел к нам расстроен договор. Ну, сами знаете, футболист, тренер уходит, приходит, но команда остается. Нам дальше надо работать, дальше надо играть, которая перед нами поставлена задача, мы должны выполнять. Назад у нас нет. Было очень много кандидатур, 6-8 кандидатур. Вот руководство нашей области остановился, вот я, на заве Владимира Валерьевича, вы его все хорошо знаете. Три года назад один из свят, по-моему, да? Кто-то очень хорошо знает. Нас обидели, выиграли нас по пенальти, смотрели, следили за игрой Воланья. Вот сегодня нам уже подписано контракт, будет наш футбольный клуб возглавлять Владимир Валерьевич Газаев. Никто не будет уходить, тренерский состав останется, и дальше будем продолжать работать. Есть одна вакансия, на эту вакансию мы будем принимать, найдя тоже тренера, старший тренер или помощник. Мы это решили сегодня-завтра, так что будем дальше работать. Никаких там, никого мы не будем наказывать, никого не будем увольнять. Как мы работаем с начала года, так и будем работать. Ну, хотелось бы всех вас поприветствовать. Мне очень приятно находиться вместе с вами. Все вопросы по поводу моего прихода уже обговорены. То есть, это, можно сказать, состоящийся факт. Вот, хотелось бы отметить то, что вы должны все ребятки понимать, что перед нами стоят, руководство поставил очень высокие цели и задачи. И до моего прихода у вас такие же цели и задачи стояли самые высокие. Это и в национальном первенстве, и в Рокубках. Вот, и в Рокубках это вообще. Вы должны понимать, что для каждого из вас, для каждого здесь сидящего, это вопрос репутации, авторитета, вас, в целом команды Акта-Б, города, руководства города. Поэтому, так сказать, вы должны понимать, что на вас лежит, как и на мне, на нас всех вместе с вами, лежит очень большая ответственность, прежде всего. И мы должны ответственно очень подходить к каждой игре, вот, а не делить ни в коем случае никакие игры. Вот, все игры нужно нам побеждать. Мы постараемся, естественно, поддерживать победу в каждом матче, потому что, я считаю, у вас очень хорошая команда, прежде всего, в лице вас, всех игроков, которые здесь находятся. Вот, поэтому, естественно, мы будем стараться добиваться максимального результата в каждом турнире, в котором мы с вами играем. Это и национальное переслое, и кубок, и еврокубки. Вот, поэтому могу сразу вам сказать, ребятки, что я достаточно очень требовательен и принципиален в плане тренировочного процесса. Вот, и в этом плане мы с вами должны быть только единомышленниками, потому что невозможно, чтобы какая-то команда достигла высокого спортивного результата, если она не единая и не сплоченная. Это очень важно, и вы это должны понимать. Вот, поэтому очень важно, чтобы у нас в команде царила атмосфера доброжелательности. Сказать, все друг к другу должны относиться с большим уважением, вот, уважением к административному составу, естественно, тренерскому составу. Сказать, мы с вами должны быть одним, единым целым, как один единый кулак. Только такая команда, сплоченная, единая, способна добиваться каких-то высоких целей и результатов. Вот, а если будет по-другому, то, наверное, очень сложно будет нам с вами добиться высокого результата. Поэтому еще раз вас хотелось бы и нацелить, и поприветствовать, и пожелать удачи нам всем с вами вместе, вот, во всех наших начинаниях и достижениях определенных целей. В принципе, вот, то, что я хотел в краткости вам сказать, естественно, нам предстоит с вами еще ознакомление друг с другом, вот, мне, с каждым из вас, вот, поэтому уже более тщательно, более по существу, естественно, мы уже будем непосредственно в условиях работы разговаривать и решать все насущные проблемы. Вот, поэтому еще раз хочу подчеркнуть, я это не просто так говорю, уже несколько раз сказал, что самое главное – это сплоченность и высокая степень самоотдача каждого из вас в каждом тренировочном занятии, в каждом упражнении тренировочного занятия. Я уже даже не говорю о каких-то играх, вот, поэтому еще раз хочу сказать, что очень рад вместе с вами здесь находиться, вот, потому что и руководство нашего уже клуба, на мой взгляд, создает всем вам необходимые условия, все лучшие условия, которые может, так сказать, губернатор проявляет огромную заботу о вас, о всех, и не сомневаюсь, что любые какие-то, я провел переговоры, что какие-то любые какие-то вопросы или какие-то проблемы он сопереживает вместе с вами, готов пойти с вами на встречу, поэтому мы с вами обязаны просто отвечать ему, именно, и руководству всему, именно результатам, и достижениях, и выполнениях тех целей, которые перед нами будут стоять. Поэтому в этом направлении, в этом плане могу, хочу пожелать вам с вами удачи, всего самого наилучшего, самое главное, чтобы как можно было у нас меньше травм, вот, и вместе, как единый кулак, как я уже сказал, мы должны стремиться к самым высоким целям и задачам. Продолжение следует...